В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Выездная вакцинация снова в многофункциональном центре «Мои документы». Чтобы создать ту иммунную прослойку для населения, чтобы мы победили эту пандемию. Совсем скоро врачебную амбулаторию поселка Развилка будет не узнать. Кабинет посвежел, появились жалобы, которые легко обрабатываются, обработки. И стали современные, более современные осветительные приборы. Видновская команда «Хайкик» привезла несколько наград с международного турнира по смешанным единоборствам. Я в будущем хочу на ринге выступать профессионально. Во всех многофункциональных центрах Подмосковья сегодня прошла акция по массовой вакцинации населения. В Ленинском городском округе, чтобы сделать прививку от коронавируса, МФЦ посетила более 100 жителей муниципалитета. Многих из них в этот день вакцинировали второй фазой препарата. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Вот уже несколько месяцев в Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания. Вакцинировалось более 5000 человек. Многие возвращаются за второй прививкой, которая, по мнению медиков, должна защитить организм человека от вируса на 100%. Чтобы создать ту иммунную прослойку для населения, чтобы мы победили эту пандемию, нужно 60% населения, чтобы привились. Это у нас порядка 70 тысяч человек должно привиться, а привилось пока 5000. Поэтому мы наших жителей призываем приходить вакцинироваться, потому что это очень важно, особенно для лиц старше 65 лет, для лиц, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, что это нужно делать. Изначально население Ленинского округа вакцинировали только в Видновской взрослой поликлинике, но почти сразу стало ясно – этого недостаточно, поэтому в муниципалитете открыли еще три прививочных пункта. Все они работают по 12 часов без выходных. Помимо этого функционируют мобильные бригады, которые выезжают на предприятия. Спрос на вакцинацию растет. Я вообще-то все время от гриппа прививалась, и как бы сейчас начали делать прививочки. Я постоянно делаю. В помощь основным прививочным пунктам в многофункциональном центре города Видное вот уже во второй раз проходит массовая вакцинация населения. Многие из тех, кто сегодня здесь сделает прививку, пришли в МФЦ получить вторую фазу препарата. Чтобы проконтролировать работу мобильного пункта, учреждение посетил и глава округа Алексей Спасский. По вашему комфорту? Да, очень нормально. Быстро и хорошо. Здесь оптимальное место для того, чтобы работал постоянный пункт, а не временный, потому что, скажем так, пассажиропоток или поток тех клиентов, которые приходят в МФЦ, порядка 15 тысяч человек в неделю. И, соответственно, вот так вот в тепле, комфортно, во время ожидания, чтобы занять очередь отстоять и при отсутствии противопоказаний получить эту прививку. Это, мне кажется, максимально комфортная такая история. Поэтому мы в этом отношении будем работать. Я думаю, за недельку определимся. Надежда Бондарева делает прививку уже во второй раз. Первую она получила 12 февраля. Процедура для нее вынужденная. От коронавируса погиб брат пенсионерки. Говорит, бояться вакцинации не стоит. Несмотря на хронические заболевания, чувствует себя хорошо. Козлоб небольшой, чуть небольшая температура, и все, больше ничего не бывает. Ну, не критично. В течение трех дней, потом все нормально. В этот день в МФЦ работали волонтеры Красного Креста, которые раздавали всем пациентам подарки за прививку. Наборы у нас, значит, бутылочка воды, там глазурь, жилфикс и гель для рук, жидкий антисептик. Представители Красного Креста уверены, такие наборы станут приятным дополнением к полученному благодаря вакцинации иммунитету против коварной болезни. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Вид.НТВ. Совсем скоро врачебную амбулаторию поселка Развилка будет не узнать. Уже завершен первый этап большого ремонта, косметический, но впереди еще больше преобразований. Подробнее расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Впервые врачебная амбулатория поселка Развилка открыла свои двери для посетителей 45 лет назад. Все эти годы медицинское учреждение славилось не только высококлассными специалистами, но и современным оборудованием. Внешний вид помещения также не раз обновлялся. Последний раз это произошло в 2012 году. И вот снова ремонт. У нас, знаете, несколько этапов будет. Первый этап мы завершили. Значит, у нас произведены ремонты в помещениях. Значит, потолки сделаны, полы у нас сделаны. Первым преобразился кабинет рентген-диагностики. Он полностью выполняет требования САНПИНа. Здесь установлены ставни, стены прошиты и оштокатурены специальной рентгенно-непроницательной штукатуркой. Вытяжки, да, специальные, которые установлены, выводят все на улицу. То есть безопасность персонала и, опять-таки, пациентов. Кроме того, в декабре 2020 года здесь появился новый современный рентгеновский аппарат «Гамма», произведенный в Италии. Он на два рабочих места, низкодозированный, цифровой. Мы можем обслуживать взрослое и детское население на нем. Благодаря проведенному косметическому ремонту преобразились и другие помещения амбулатории. Кабинет посвежел, появились жалезы металлические, которые легко обрабатываются, обработки, да, и стали современные, более современные осветительные приборы, да, и в кабинеты приятно и заходить, и находиться в этом кабинете. Это не только мое мнение, это мнение наших пациентов тоже. Они очень довольны. Второй этап ремонтных работ в здании запланирован на начало марта. В следующий этап у нас будут окна, двери, отопление, канализация и крыша. И я надеюсь, еще входная группа. Вот вход в амбулаторию будет немножко реконструирован. В амбулатории обслуживается 15 тысяч человек всех возрастов. Из них 5,5 тысяч – дети. Прием на постоянной основе ведут три педиатра, четыре терапевта, хирург, гинеколог, офтальмолог. Как работают кабинеты физиотерапии и УЗИ. Важно, что на протяжении всех этапов ремонтных работ амбулатория продолжает работать. А это значит, медицинская помощь доступна каждому. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Сегодня в студии телеканала «Видное ТВ» заведующая отделением профилактики Видновской районной клинической больницы Лариса Владимировна Соловьева. С ней мы поговорим о том, как проходит диспансеризация населения в нынешнем году. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, хочется отметить, что жизнь возвращается на круги своя, и мы снова возобновляем диспансеризацию. Диспансеризация возобновила свою работу с этого года в полном объеме, и на сегодняшний день, пока не отремонтировано основное здание поликлиники, она проходит на территории детской поликлиники. Объем тот же? Объем диспансеризации тот же, ничего не изменилось. Хочется отметить, что мы рекомендуем пройти диспансеризацию в этом году всем желающим, работникам организации Ленинского района. Почему? Потому что многие граждане переболели ковидом за прошедший год. У многих произошли конкретные изменения в состоянии здоровья. И приход к врачу, к терапевту, к врачу другой специальности может привести к тому, что врач даст нужные рекомендации, и те недомогания, которые беспокоят после перенесенной ковидной инфекции, а они, как правило, случаются у большинства переболевших ковидом, врач как-то нивелирует и назначит соответствующее лечение. Также я хочу отметить, что после ковидной инфекции у многих были отклонения по компьютерному обследованию легких, отклонения в данных клинических анализов крови, так как не секрет, что эта инфекция протекала с изменениями в реологии крови. Были, соответственно, изменения, которые приводили к тромбообразованию, и, соответственно, больные получали соответствующее лечение. Таким образом, для того, чтобы убедиться, ну, как и раньше могу сказать, что человек здоров, рекомендовано пройти диспансеризацию. На сегодняшний день она проходит в детской поликлинике, как я уже отметила, в общем-то, прийти на диспансеризацию можно в любой день, в любое удобное время. Просто хочется отметить, что, соответственно, клинические анализы крови берутся натощак, соответственно, часы приема ограничены с 8 до 10, но в это же время, в это же время можно как бы прийти и в этот же день сдать текущие анализы крови. Также человек будет направлен на кардиографию, на ЭКГ. У нас также работает рентген, кабинет, потому что в связи с неудобствами на сегодняшний день флюорографию и мамографию женщинам, соответственно, можно пройти, либо вот мамография провсходит в совхозе Ленина и также в южной поликлинике, вновь открытом филиале. Также со следующей недели, с субботы, следующей недели вступает режим работы ЭКГ службы и кабинета лабораторных исследований по субботам. То есть лица, которые не могут пройти диспансеризацию в будние дни, могут пройти диспансеризацию по субботам. По субботам будет забор крови осуществляться и ЭКГ. Анализы будут делаться с 9 до 12 часов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданам, которые имеют регистрацию в Ленинском районе, естественно, прикреплены к лечебным учреждениям Ленинского района, пройти диспансеризацию. Практика показала, что диспансеризация, в общем-то, направлена на выявление на ранних стадиях таких хронических заболеваний, в основном онкологических. Очень большая выявляемость онкологических заболеваний у женщин, рак молочной железы. Как бы гинекологически проводятся обследования на выявление рака женской половой системы. Также выявляется большое количество сахарного диабета и преддиабета. Так как, в общем-то, в наше тяжелое время в плане большой загруженности некогда пройти медосмотр, оглянуться на себя. И в это время удобно, конечно, пройти диспансеризацию и посмотреть результаты своих обследований. Какие документы нужно с собой иметь? Значит, при приходе в поликлинику необходимо иметь с собой паспорт, полис, ну и СНИЛС. Ну, в основном это паспорт и полис. После того, как человек пройдет все этапы диспансеризации, эти документы ему выдаются на руки или отправляются куда-то к терапевту? По результатам диспансеризации врач делает заключение, больного информирует о результатах прохождения диспансеризации, на руки выдаются результаты обследования, соответственно, и рекомендации по лечению, образу жизни, ну и другие. И направляется на другие какие-то дополнительные обследования к узким специалистам, другие дополнительные методы обследования. Сколько людей уже обратилось за этой услугой? Хочется отметить, что как бы население сейчас следит за своим здоровьем. И многие приходят не просто по болезни, а именно пройти текущее обследование, диспансеризацию. То есть даже когда ничего не беспокоит? Даже когда ничего не беспокоит. И как бы на сегодняшний день уже вот в рамках нашей поликлиники, я не берусь ответить за район, а в рамках поликлиники по городу прошло уже диспансеризацию больше тысячи человек. С момента, ну с января. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделением профилактики Видновской районной клинической больницы Лариса Соловьева. К другим новостям. В преддверии Международного женского дня для представительниц прекрасной половины Ленинского городского округа во Дворце культуры состоялся большой праздничный концерт. В нем приняли участие лучшие творческие коллективы муниципалитета. На торжественном мероприятии побывала наш корреспондент Наталья Буслаева. Уже в фойе Дворца культуры города Видное, виновниц торжества, ожидали приятные сюрпризы. Праздничное и весеннее настроение дарили организаторы мастер-классов и различных акций, в которых жительницы нашего города с удовольствием принимали участие. Сегодня проходит такая благотворительная акция. Мы делаем стрижки, укладки, любой сложности, плетение. Мимоза всегда ассоциируется с праздником 8 марта. В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры букет с этими цветами получила каждая гостья. У нас сегодня абхазская мимоза и голландские тюльпанчики. Традиционные весенние цветочки, самые такие, для 8 марта самые актуальные. Я очень благодарна. Большое спасибо за цветы. Вас тоже всех с праздником наступающим. Удачи, здоровья и счастья. Но главным подарком к 8 марта стал праздничный концерт. Со сцены в адрес женщин прозвучало много теплых и искренних слов, признаний и восхищений. В настоящее время женщины представлены практически во всех сферах экономики. Они занимаются бизнесом. Я не могу себе представить социальную работу без женщины. Образование, культура, наша медицина. Это все практически наши прекрасные дамы, наши специалисты. Им хочется сказать огромное спасибо в этот прекрасный праздник за то, что они делают. Вы наши матери, вы наш стержень, вы наши жены, вы наш тыл, вы наши дети, вы наш стимул. Поэтому я вам от всей души желаю только счастья, простого женского счастья. А творческие коллективы Ленинского городского округа подготовили яркие музыкальные поздравления. Зрители тепло приветствовали аплодисментами артистов. Зал был наполнен радостными улыбками и счастливыми лицами. Я хочу поздравить своих сестер и маму с 8 марта. Я им желаю счастья, здоровья, и чтобы у них в этом году все было хорошо, и чтобы они были счастливыми. Всем, кому посчастливилось побывать на праздничном концерте, получили заряд радости, любви и весеннего настроения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видновская команда «Хайкик» приняла участие в международном турнире по смешанным единоборствам, который прошел под эгидой всемирно известного промоушенов GFC. С соревнований спортсмены привезли несколько наград, в том числе и чемпионские пояса. Глядя на тренировку по смешанным единоборствам, понимаешь, что любви к спорту тоже все возрасты покорны. Казалось бы, жесткая борьба, но судя по составу участников, родители отдают своих детей сюда с удовольствием. В международном детско-юношеском турнире, который прошел в Москве в конце февраля, приняли участие спортсмены из восьми стран. Возраст участников от восьми до семнадцати лет. Наши ребята привезли в родной клуб несколько наград. По общей команды мы заняли первое место. Это уже в третий раз мы занимаем первое место. И по общим количествам очков мы в рейтинге находимся тоже на первом месте. В рейтинге международный организации GFC. Одним из самых ярких выступлений стал поединок с участием десятилетнего Кирилла Ярулатова. Он четыре года занимается борьбой, имеет несколько спортивных наград. Каждый из них все больше укрепляет его в правильности выбранной мечты. Любимый пояс – это вон тот. Я тогда дрался в Колизее, в сетке. Со мной дрался из нашей же команды. Какие у тебя планы, какие у тебя мечты? Я в будущем хочу на ринге выступать профессионально. А примерно через сколько ты хочешь, скажем, первую встречу на профессиональном ринге устроить? Ну, 18. Также отличный результат на международных детско-юношеских соревнованиях показал Александр Соловьев. Он пять лет занимается смешанными единоборствами. В настоящий момент действующий чемпион России. Часто заканчивает поединки нокаутом, приверженец наступательной агрессивной тактики. Твое выступление как оцениваешь на этом мероприятии, на последнем соревновании? Мне очень понравилось, если честно. А сколько у тебя было поединков? Поединков было два боя. Ясно. Ты оба выиграл, как я понимаю? Да, я забрал два пояса. Тренер Айкас Варданян, который возил команду на соревнования, сам уже 10 лет не участвовал в поединках. А тут решил попробовать и закончил бой досрочно. Тем самым принеся в командную копилку еще один пояс. Сначала был детско-юноческий турнир, который закончился где-то после обеда, закончился и уже взрослый турнир начался. Решил выступить, проверить свои силы, так скажем, тренерские, посмотреть, в правильном направлении я двигаю детей или нет. Ну, как выяснили, в правильном направлении вот за его пояс. Сейчас ребята готовятся к товарищеской встрече с чеченскими спортсменами, которая должна состояться летом в Грозном. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.